Засветись и не нарушай правила. С начала зимы уже два смертельных ДТП, в которых пострадали пешеходы. Наезды произошли в темное время суток. Сотрудники госавтоинспекции особо контролируют безопасность дорожного движения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. В одном из последних рейдов в поселке Пролетарский принимала участие и наша съемочная группа. В начале декабря в центре Серпухова накануне выходных на улице Горького на пешеходном переходе был сбит 47-летний мужчина. Смертельным исходом завершился наезд на пешехода и в поселке Пролетарский. Здесь трассу переходил пенсионер также в темное время суток. Пешеходный переход при въезде в поселок нерегулируемый. И прежде чем начать передвигаться по нему, надо внимательно осмотреть дорогу и убедиться, что водитель авто тебя видит и своего железного коня притормозит. Тело нормально, а кто идет в рот разъем? А водители? Пробедается в красном режиме? У водителей? Самое интересное, вот такие вот на джипах дорога уступают, а наши на копейках летят. Каждый третий наезд на пешеходы случается в темное время суток. Чтобы не произошло трагедии, внимательными должны быть все участники дорожного движения, особенно в непогоду. Ухудшились погодные условия, так что обязательно будьте внимательны на проезжей части и соблюдайте скоростной режим, потому что у нас сейчас скользко. Я желаю вас соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, также пешком двигать, используя цветовозвращающие двигатели. Держите вам памятник. Сотрудники госавтоинспекции в вечернее время особо контролируют безопасность дорожного движения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Особое обращение и к пешеходам. Самый очевидный способ минимизировать риски пешеходам стать заметнее для водителей.